Ноябрьск укомплектован тренажерами на новое оборудование для спортивных залов. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин выделил 10 миллионов рублей. Подробности далее. Вот это у нас лодочка. Это брусья, это перекладина. Это школа Олимпийского резерва. Здесь куются главные кадры ноябрьской тяжелой атлетики. И здесь начинается инспекция представителя губернатора и руководителя городского спортивного ведомства. Павел Доронин со списком детально осматривает, где и какие именно появились тренажеры. Денег губернатора с лихвой хватило для того, чтобы оборудовать семь спортивных залов в ноябрьске. Причем, говорит тренер тяжелоатлетов Иван Белоус, закуплено все, о чем просила школа. И даже больше. Интересно, что теперь девушки, которые выбрали для себя силовые виды спорта, налегают не только на тренажеры для поддержания физической формы, но и на те, что служат поддержанию общей формы и красоты. Мы вообще обрадовались. Прям аж вот сколько много тренажеров. Очень удобные тренажеры. Новые. Очень приятно. Спасибо нашему губернатору за внимание. Тренажеры – это еще один способ, говорит представитель губернатора, вытянуть молодежь из подъездов и привлечь ее в спортивные залы. Для этой же цели школа Олимпийского резерва теперь с половины седьмого вечера будет открыта для всех желающих. И инструкторы научат и покажут, как с помощью этой техники привести себя в достойную физическую форму. А начиналась история с тренажерами примерно год назад. Тогда Павел Доронин стал свидетелем обидного проигрыша ноябрьской команды на соревнованиях по греко-римской борьбе своим главным соперником из Таркасале. Сам поклонник этого вида спорта Доронин пришел на секцию, чтобы узнать, почему тогда наши борцы не выстояли. «Пришел на секцию к борцам греко-римского стиля, посмотрел и увидел, что у них три погнутые штанги, даже две с половиной, можно так сказать, ковер и то половина ковра татами для зудаистов. И вот мы начали с руководством спорткомитета эту ситуацию как-то изменять». Кроме зала, где занимаются греко-римской борьбой, в тот день были осмотрены и другие спортивные секции города. Впечатление от увиденного год назад осталось удручающее. На стол губернатору легла официальная бумага – просьба о поддержке городского спорта. «Я просил хотя бы две школы укомплектовать. Владимир Николаевич очень серьезно переживает за проблемы воспитания молодежи. Мы с ним на эту тему уже сотрудничаем около 10 лет. И росписью своей руки вывел цифру 10 миллионов». «Тренажеры великолепны, они профессиональны. В основном поставки шли с Европы. Направления очень разные. Маломобильные группы – пожалуйста. Люди, имеющие отклонения по состоянию здоровья – пожалуйста. Детское направление этих тренажеров тоже доступно и великолепно. У нас очень много детей посещают с родителями. Только одно положительное, конечно». Оборудованные спортивные залы ждут новых посетителей. Закупленные тренажеры долговечны и рассчитаны на большой поток ноябрьцев. Татьяна Заозерная, Ирина Потехина, Александр Иванов. Новости нашего города.